Всем привет! Audi A6 C5, 2.5 TDI, двигатель АКЕ. Машинка не тянет. При этом, если мы посмотрим на шток актуатора турбины, то мы увидим, что на заведенном двигателе шток вообще не поднимается. Видно, что я снимаю и одеваю трубку вакуумную с актуатора турбины и видим, что шток самого актуатора вообще не двигается. Такое ощущение, что либо нет вакуума, либо у нас пробита мембрана на самом актуаторе. Так, давайте проверим мембрану сначала. Берем вакуумный тестер, подсоединяем на актуатор и создаем разрежение. Сейчас я буду накачивать, создать разрежение и будем смотреть. Оп, актуатор у нас поднялся. Сейчас покажу по значениям. Вот, видно, он поднимается и опускается. Еще раз создаю разрежение. Актуатор поднялся. Стравлю разрежение. Актуатор опустился. То есть, это означает то, что однозначно актуатор у нас исправен. Вот, возможно, просто у нас нет вакуума. Как проверить вакуум? Самый идеальный вариант сначала посмотреть, вообще приходит ли вакуум с вакуумного насоса. Для этого мы снимаем вот здесь вот вакуумную трубку. И подсоединяем сюда в вакуумный тестер и посмотрим, что здесь у нас происходит. Но при этом, конечно, машинку нужно завести. Благодаря вакуумному тестеру видим, что разрежение в системе создается. Видим, что вакуумный насос создает разрежение. То есть, теоретически у нас будет либо проблема с клапаном, либо где-то по трубке какие-то у нас прохудились и вакуум не доходит через клапан до актуатора. Ну, ладно, не буду вас томить. Смотрим ошибки. Подключаем сканер Васи Диагност. Заходим в электронику двигателя. Регистратор событий. Так, видим здесь три ошибки. 01441 датчик низкого уровня топлива G210. Она повторяется. И 0519 датчик давления в опускном коллекторе G71. Вот это же гораздо интереснее. Учитывая, что машины у нас заводятся, то на датчик G210 внимания пока не обращаем. Это необходимо вскрывать топливный бак и смотреть, что случилось с датчиком. Есть у меня по поводу этого датчика отдельное видео. Можете посмотреть. А вот по датчику в опускном коллекторе G71 необходимо разбираться. Попробуем удалить ошибки. Все ошибки остались. На моем канале на YouTube есть видео. Измеряем величины для аудио 6,5, 2,5 ТДИ методичка. В этом видео я подробно разбирал каждую измеряемую группу. Что это значит и зачем это надо. В данной ситуации нас интересует 11 группа, которую тоже я показывал в этом видео. Ну что ж, заходим в измеряемые группы. Нас интересует в основном группа 11. Третье окно это фактическое давление наддува турбины. То есть именно вот этот датчик, по которому с ошибкой он показывает у нас давление турбины. Так, сейчас я сделаю, чтобы была видна педаль газа. Педаль газа у нас группа 10, четвертое окно. Еще раз газую. Видим, что проценты на педаль газа поднимаются. Максимальные обороты 2738. Необходимое давление 2417. По факту у нас давления нет. 979. То есть турбина не включается. Оно и понятно, потому что шток не поднимается. В первую очередь необходимо проверить сам этот датчик. Чтобы добраться до датчика наддува, необходимо снять левую фару. В принципе фару можно снять, не снимая бампера. Откручиваем болт один, болт второй. Болт третий, который держит фару, находится вот в этом отверстии снизу. Очень, конечно, неудобно, но можно к нему подлезть. И чтобы ее достать, хорошо бы еще открутить эти два болта, чтобы телевизор приподнялся. И откручиваю еще три винта на крыле. Раз винт, два винт и три винт. Тогда крыло отходит в сторонку, телевизор поднимается вверх и фару мы сможем достать. Фара извлечена. Вот на патрубке интеркулера находится датчик давления наддува турбины. Когда снял разъем, видим вот такой сюрприз. Сгнил контакт в разъеме и также сгнил контакт в самом датчике наддува. Пришлось заменить и разъем, и сам датчик. Все собрано. Ну и проверяем исправность системы. Заводим. Сейчас видно, что штук актуатора опускается и поднимается, если я трубочку снимаю и деваю. То есть явно сейчас вот все должно хорошо работать. Ну что ж, посмотрим ошибки. Электроника двигателя. Ошибки, ошибок нету. Отлично. Смотрим измеряемые величины. Так, машинка у нас почти холодная, 45 градусов всего лишь. Группа 10 педаль газа, группа 11 давление наддува. Вот сейчас я буду нажимать на газ и будем смотреть вообще, что будет происходить с нашим давлением. Вот видно, что давление растет. То есть необходимое и фактически они где-то рядом. Еще раз я нажимаю на газ. Педаль газа видно, проценты растут. И надув. Надув необходимый, надув фактический. То есть сейчас видим, что все адекватно работает. Более того, сделал я пробную поездку, снял логи. Что мы здесь видим? Обороты. Данная вот линия, которая сейчас вот моргает. Это у нас количество воздуха, который показывает расходомер. Это надув. Вот надув необходимый. А вот вторая линия, вот эта вот линия, надув фактический. И вот мы видим, что данные линии, они где-то рядом. То есть видим, что турбинка отрабатывает. Клина геометрии нет. То есть фактически надув, он немножко превышает необходимый. Потом опять возвращается. И он будет ходить где-то вот вокруг необходимого. То есть в принципе видим, что все работает. Количество топлива аж 64. То есть машина уже чипованная. Прошивка здесь изменена. Да и необходимый фактически надув турбину тоже 2400. По факту на стоке надо где-то 2200 обычно. Тут 2400. Ну это все в принципе нормально. На такой прошивке машина поет гораздо веселее и бодрее. Да, друзья, бывает такая вот проблема, почему машинка не тянет. Крайне редко она бывает. Потому что на самом деле эти вот датчики надува, они выходят из строя крайне редко. Кстати, очень важный момент. Датчики надува промывать нельзя. Как только вы его помыли, он вроде бы работает, но работает уже неадекватно. Мыть его вообще нельзя никак. Просто поставили все. Вот. Ну, тем не менее, такое случается. Как видим, проблема и в датчике окисления, проблема в разъемах. То есть и машина падает так называемую аварию, и актуатор турбины просто не работает. И это все из-за датчика. Но проблема очень просто решается. Всем спасибо и удачи.